Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Закончится борьба сегодня. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня наш второй конкурсный день испытаний. Готовы? Да! Как вам вчерашний конкурс? Понравился? Да! Ребята, мы с вами уже не раз говорили о том, по каким номерам телефонов необходимо вызывать службу спасения. Все их хорошо запомнили? Да! Какие это номера? 101, 101. Верно! Ребята, сейчас мы с вами посмотрим мультфильм и после этого перейдем к испытаниям. Готовы? Да! При обнаружении чрезвычайной ситуации не нужно паниковать. Ну и не думайте, что кто-то позвонит вместо вас. Необходимо сообщить о чрезвычайной ситуации по номеру 101. Если вы звоните с мобильного 112 или 101. Сообщите адрес, где происходит пожар, также место его возникновения. Ну и что же, ребята, не будем терять времени. Юлия Арсений, давайте приступать к нашему конкурсу. Подходим к экранам мониторов. Вам необходимо будет на практике вызвать службу спасения и правильными действиями сообщить о том, что у вас случилось. Вам компьютер будет предлагать варианты возможных чрезвычайных ситуаций, и мы посмотрим, кто из вас лучше справится с заданием. Приступаем? Буров Арсений. Восемь. С какого номера ты звонишь? Один, три, восемь, шесть, один. Диспетчер предлагает тебе прослушать твои действия. Дорогие ребята, конкурс второго соревновательного дня подошел к концу. Давайте положим телефоны и присядем. Подведем итоги предварительные. Итак, дорогие ребята, с сегодняшним конкурсом лучше всего справилась Юлия. Она его прошла за полторы минуты. У Арсения результат чуть похуже – 2 минуты 47 секунд. Но это не повод расстраиваться. За сегодняшнее испытание Юлия получает 5 баллов за то, что она правильно набрала номер экстренной службы – 101. Арсений также получает 5 баллов за то, что правильно вызвал службу спасения. Но Юлия получает дополнительные 5 баллов за то, что прошла это испытание быстрее Арсения. По результатам второго соревновательного дня мы подводим итоги. В первый день Юлия заработала 6 баллов, а сегодня 10. Итого сколько у нас, Юлечка, баллов? 16. Верно. Арсений, ты в первый конкурсный день заработал 8 баллов, сегодня 5. Итого у тебя 13 баллов. Ребята, завтра вас ждут следующие испытания. Набирайте сил, и мы встретимся с вами и с телезрителями завтра. А на сегодня всем до свидания. Пока! Пока-пока-пока! Привет, друзья! Я предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие по загадочному и таинственному лесу. Вы готовы? Отлично! Для начала давайте запомним простые правила, которые помогут сделать наше путешествие приятным и безопасным. Перед тем, как отправиться в лес, обязательно спросите разрешение у родителей. Если родители не против, расскажите, куда именно и с кем вы идете. Помните, никогда не ходите в лес одни, это очень опасно. Вот и сегодня с нами в лес пойдет мой друг Саша. Кстати, он уже спросил разрешение у родителей. В лесу очень много комаров и мошек, которые могут вас покусать. Поэтому обязательно нужно взять с собой средство от комаров. А чтобы защитить вашу голову от перегрева и укусов клещей, наденьте на голову кепку или шапку. Чистый носовой платок тоже может пригодиться. Возьмите с собой кусочек мела. Им можно не только рисовать на асфальте, но и делать пометки на деревьях, чтобы легко найти дорогу обратно. Ну вот, друзья, мы и подошли к лесу. Но прежде чем зайти в него, давайте осмотримся и поищем те ориентиры, которые помогут нам не заблудиться и выйти из леса. В лесу старайтесь двигаться только по знакомому маршруту, который вы знаете. Ни в коем случае не отходите далеко от тропинок и лесных дорожек. Постарайтесь представить себе, где вы находитесь и где находится выход из леса. Старайтесь замечать особенности вокруг себя. Необычные деревья, пеньки, полянки, кусты. Чтобы не заблудиться, поставьте мелом отметки на деревьях. Так вы легко найдете дорогу обратно. Передвигаясь по лесу, смотрите себе под ноги, чтобы не наступить на змею. Если вдруг вы ее увидели, не пугайтесь, она сама боится вас. Просто не приближайтесь к ней и не трогайте, и она уползет. Ух ты! Ребята, это мы удачно пришли. Только посмотрите, сколько разных ягод. И красные, и черные, желтые и даже синие есть. Каких только красок не увидишь на этой чудесной полянке. Запоминайте, какие ягоды самые вкусные и безопасные. Черника. Я думаю, все вы знаете эти маленькие низенькие кустики с черными ягодками-бусинками. А эти красные, похожие на клубнику ягодки, мои самые любимые. Это ароматная и сладкая земляника. Ее вкус не спутаешь ни с чем. Малина растет на высоких и колючих кустах. Это самое любимое лакомство сладкоежек и замечательное средство от простуды. Жаль, что не все ягоды съедобны. В наших лесах очень много красивых, но ядовитых ягод, которые я бы не советовал пробовать. Они ядовиты и опасны для жизни. Например, волчья ягода. Вороний глаз. Снежноягодник белый. Поэтому ни в коем случае не срывайте и не пробуйте незнакомые ягоды на вкус. Ну что ж, друзья, вот и подошло к концу наше лесное путешествие. Надеюсь, оно поможет сделать ваши дальнейшие походы в лес не только интересными, но и безопасными. До встречи, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова